У пивной бочки расположилась, значит, толпа бородатых, волосатых в наколках байкеров. Пьют пиво. Ну, мимо проносятся мотоциклисты на спортивных байках с огромной скоростью в одну сторону, потом обратно, и туда, и обратно, и туда, и обратно, и опять, и опять. Через некоторое время останавливается один из них и обращается к продолжающим пить пиво байкерам. Слышь, братва, давай познакомимся хоть. Вы байкеры, мы байкеры, а не общаемся. Один из тех, который пьет пиво, так поворачивается, смотрит на него. А что с вами знакомиться? Вы же каждый год новые. Представьте картину. Мужичок в замасленной, значит, одежде сидит в ресторане быстрого питания. Входят разодетые байкеры из банды ангелы смерти. Первый плюет прям в стакан с молоком, стоящим перед мужичком, и садится у стойки. Второй, значит, байкер из этой банды сигарету тушит прямо в десерте, стоящим перед этим мужичком, и садится у стойки. Третий переворачивает тарелку с блюдом, усаживается у стойки. Мужичок этот посмотрел на них, на вот эту всю вакханалию у него на столе, что они сделали, и без единого слова протеста встает и тихо выходит. Через короткое время байкер заявляет официанке, да уж, жалкий мужичонка, официанка добавляет. И к тому же грузовик свой водить не умеет. Когда сдавал назад, сейчас три мотоцикла раздавил. Идет Дед Степан с Бабой Марфой с Покоса. Домой, значит, вдоль дороги. Вдруг их обгоняет мотоциклист без головы. Они так задумались, но пошли дальше. Через пять минут опять их обгоняет мотоциклист без головы. Опять задумались, что за херня, и пошли дальше. Третий раз их обгоняет мотоциклист без головы. Тут Степан не выдержал и говорит, Слышь, Марфа, ты бы косу на другое плечо перевесила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова